Всем здравствуйте! С вами художник Анна Монстырева. Сегодня хочу поговорить с вами об ограниченной палитре цветов в рисовании пейзажей. Существует такое мнение, особенно среди новичков, то что палитра, набор акварельных красок, ну и не только акварельных, чем больше тем лучше и что маленьким набором тут не обойдешься. Развеем этот миф и при помощи трех красок можно создать очень красивый, а главное цельный пейзаж. Это такой полезный навык и упражнение как для профессиональных художников, ну а для новичков это особенно полезно будет. Попробуйте поработать в одной гамме тремя красками. Я хочу вам показать несколько сочетаний, а потом мы напишем такой небольшой этюд в одном из сочетаний. Вот первое сочетание которое я рекомендую это кобальт, кобальт, кадми оранжевый, кобальт синий и любая серая краска. Может быть серая пейна, у меня Винсера и Ньютон просто grey. На палитре сейчас просто попробуем смешать эти краски. Я выдавлю на фарфорованную палитру. кобальт, серую и кадми оранжевую. Посмотрим как в открытом цвете они смотрятся. Вот наш кобальт, вот наш оранжевый и серый. Он такой серый имеет, скажем, небольшой такой оттенок. При высыхании можно быть его увидеть. Он такой прям асфальтный, красивый. То есть отличается от черной краски. Вот теперь мы попробуем смешать, что же мы можем, какие оттенки получить при смесях. Если мы будем мешать кобальт и оранжевый, то мы получаем оттенки от коричневатых. То есть если больше добавляем оранжевого, получается более коричневатые оттенки. Если добавляем больше кобальта, получается такие сиреневые оттенки. Ну и соответственно, если мы добавим воды, они будут более светлые, нежные. Ну и между этими двумя оттенками, то есть градация от синего к оранжевому, там очень много нюансов. То есть еще больше добавим синего. Будет еще более холодный. Ну и здесь тоже. Добавим больше оранжевого. Будет такой же, допустим, оранжевый, но уже не такой оно открытый будет, как просто из тюбика. Ну и эту растяжку, на самом деле, можно еще больше продлить. Чем больше цвета, меньше воды, будет более темный, насыщенный цвет. Чем больше воды, будут более нежные оттенки. Так, давайте теперь мы посмешиваем кадми оранжевый и серый. Такие мы будем получать сложные оттенки. То есть если мы побольше добавляем оранжевого, то есть получается тоже коричневатые такие. Но они все равно будут отличаться. Это оранжевый и кобальт, оранжевый и серый. И вот эта игра нюансности оттенков на работе. Она будет очень красиво выглядеть. Вроде бы один и тот же цвет, но оттенки будут немного отличаться. Вот он серый, он получается сам по себе такой холодный. Чуть мы добавляем оранжевого и он уже более становится теплый. Так, и попробуем смешать серый с синим. Сейчас еще выдавим. Сам по себе кобальт, он такой красивый. Имеет цвет. Такой небесный, насыщенный цвет. Если у нас, например, грозовое небо, мы добавляем немного серого. Получается у нас уже такое грозовое, немножко пасмурное небо. Побольше беру краски, чтобы показать еще. То есть сами по себе темные цвета и тут довольно-таки интересные темные оттенки. Какие-то тени можно таким писать. Если вот в серый мы добавляем чуть-чуть кобальта, получается уже серый цвет, холодный. Так, давайте попробуем смешать все цветы. Так. Потому что вот сейчас темный такой получился, коричневый. Сейчас мы воды немножко добавим, чтобы прозрачность показать. Да, такой вот сложный серо-коричневый цвет получается. Вот. Так, давайте рассмотрим еще три смеси. Кобальт у нас остается, сиена и вот такая вот изумрудная зеленая. Так, зеленая. Кобальт у меня есть. Кобальт у меня есть. И сиен. Так. 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 Я взяла чистый листочек, чтобы нам там не запутаться в смесях. Так. Теперь мы пробуем. Вот у нас сиену. Кобальт. Сейчас смешался немножко с сиеной. Да, получается вот такой интересный оттенок синего. синего. Сейчас мы его тут распутаем. Так. Вот у нас кобальт в чистом виде почти. Вот. А с сиеной такой интересный тепло-холодность соединилась и получается такой интересный синий. если мы еще больше добавим сиеной. Если мы еще больше добавим сиены. он будет более теплый. Он будет более теплый. Больше кобальта, он будет более холодным. в серый уходи. Вот так он с серым становится. Интересный цвет. Так. Сиену теперь посмешиваем с зеленым. Такой интересный цвет. Он, во-первых, гранулируется и при высыхании, сейчас вот он такой сложный, да, кажется. При высыхании он немножко дает такой оттенок зеленки. Поэтому я его стараюсь не использовать. Просто открытый цвет. Его смешиваю. Вот. Попробуем его смешать с сиеной. Получается такой более землянистый, да. Коричнево-свиноватый. Еще больше получается коричневый. Такой интересный. Пробуем смешать с кобальтом. Кобальт становится более темным. Вот цвет морской волны получается сложный. Где-то зеленее, где-то синее. Зависит от того, какого мы цвета больше добавляем. Так. И попробуем смешать все три. Сверточки добавим побольше. Чуть-чуть добавлю. с сиены. Потому что ее в замесе почти не видно. Да. Получается такой. Интересный, да. Тоже вот он коричневатый зеленый. Если вот с этим, с замесом сравнить. Так. Пусть пока тоже сохнет. И третья триада, которую мы сегодня разберем. И в которой я хочу написать этет. Такая неожиданная немного. Это опера розовый цвет, кадми желтый и индиго. Так. Сама по себе опера. Она очень такого кислотного оттенка. Наверное, в пейзаже мы ее нигде не увидим. Но при смешении с желтым она дает очень красивый, яркий, оранжевый, насыщенный такой. Больше оперы. Такой почти красный. Такой алый. Больше желтого. Такая получается. Такая желтая с небольшим оранжевым оттенком. Так. И темные используем. Индиго. Индиго. Индиго у нас такой темный серий цвет. Если мы с оперы смешиваем, то получаем сиреневый оттенок. Да. Больше оперы. Получается. Такие. Приближенный к карминовым. Да. Еще розовее. Еще больше оперы. Такие градации разных розовых оттенков. Больше воды. Это будет выглядеть более нежно. Индиго. Если мы будем мешать желтым, то будут сейчас у нас, если мы мешаем синие желтым, получаем зеленый. Такой сложный зеленый, красивый. Больше индиго. Более темный. Больше желтого. Включаем. Такие совсем. Такие цвета. И смешав три цвета. Получим сейчас. Должны получить коричневый оттенок. Красивый. Да. Если в этом коричневый больше синего, то получается такой серый цвет. Но если больше желтого с розовым, а не потому что в смеси дает оранжевый, получается коричневый, теплый. Так. То есть сегодня мы рассмотрели три схемы по три цвета. в этой палитре мы будем работать. Будем писать летний, летний день после дождя. Сюда положу пока. Вот здесь наше первое смешение, где мы использовали кобальт, кадми оранжевый и серый. сиену. Вот это наше второе смешение, где мы использовали сиену, кобальт и зеленую. Холодноватая такая гамма, очень подойдет хорошо для зимних пейзажей. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!